Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Руководитель педерской команды «Дирижанц» Все это я говорю с моим большим уважением Это Федор Столяров Федор, добрый вечер Привет Спасибо, что нашел время и пришел к нам второй раз Мы с тобой продолжим нашу интересную, на мой взгляд, очень беседу О составляющей музыки, о том, как музыка развивалась, как она вообще шла Мы закончили с тобой на том, что группа «Дирижанц» обратила внимание не на Ленинградский рок-клуб А на те филармонические подразделения, которые существовали в стране Которые давали возможность выступать музыкантам Правда, рок-музыкантам это было, наверное, впервые И вот группа «Дирижанц» получила приглашение в Магаданскую областную филармонию Федор, как вы вообще вышли на господина Рубана, на директора Магаданской филармонии И как хватило смелости поехать туда вместе со мной в Магадан Как это было? А вспомни себя Да я помню! Более того, нашим радиослушателям я даже готов показать две фотографии Которые я взял с собой Вот эта группа «Дирижанц» в полном составе Это бухта проведения По-моему, самое окончание нашей страны Вот здесь я, Саша Алексеев, вот Федор Столяров В общем, это группа «Дирижанц» А вот мы «Залив Креста» Это город Эквикинот Это фантастика, короче говоря Вот туда точно никто не добирался Никогда, ни одна, ни рок-группа, вообще никто там из артистов туда не доезжал ни разу Потому что вылетали мы оттуда по трубе Помнишь, если дым от трубы идет направо, сидим в гостинице Если дым от трубы налево, берем быстро инструменты и бежим в аэропорт Чтобы самолет успел взлететь Это были настоящие музыкальные будни мои А ты помнишь, что, наверное, вы были единственная группа на тот момент Которые выдали самолет свой Ан-26 Да У нас был свой самолет, свой экипаж Своя аппаратура Свой свет Да, кстати говоря, на тот момент Несколько тысяч источников света А помнишь Андрея Михайлова, который занимался Дрюня Да, Дрюня Конечно Он же тоже был энтузиаст своего дела Да Ни у одной группы не было такой феерии световой, какая была у нас Да, совершенно верно Поэтому Но сам по себе вот этот вот вояж по Чукотке Это, конечно, для того момента Да это вообще и для нас-то память на всю жизнь На всю жизнь Разве мы что-нибудь подобное совершали И сейчас бы Разве что-нибудь подобное совершил бы Да нет Наверное Но тогда мы были молодые, веселые Нам казалось, что мы весь мир можем победить Что, в принципе, в нашем представлении произошло Но вернемся к рок-клубу и к музыке Получается так, что в Ленинградском рок-клубе не было возможности Почему не было возможности музыкантам вырасти и стать более профессиональными И начать, собственно говоря, выступать и зарабатывать деньги Да нет, ну кое-кто это сделал Я же не говорю так, что Кое-кто А чем вот это отличается кое-кто от кое-чего, кто этого не сделал Так же, как и любительский спорт от профессионального спорта Отличается Совершенно верно Поэтому, что там говорить Ну, наверное, этим все сказано Да, конечно Либо ты отдаешься полностью этому И это твоя профессия, твоя жизнь И тогда ты уходишь оттуда Все равно Разве Вот, разве группы, которые сейчас продолжают там Своё творчество, пикник Разве как-то это привязано Или там Те же, я не знаю, кто Кто еще из рок-клуба сейчас продолжает Ну, так же играет Ну, Гребенчиков Он что, от имени рок-клуба, что ли? Нет Конечно, он от своего имени И так далее Да, и на самом деле Даже иногда воспоминания о Ленинградском рок-клубе Вызывает, ну, такое, скажем Легкое недоумение У некоторых музыкантов Опять-таки, не будем называть их имена Но мы отметили несколько проектов Которые Нельзя сказать, что они оттолкнулись от рок-клуба Но рок-клуб им в какой-то части помог Какие-то совершить действия на свою популяризацию Но их немного Их немного А если бы вдруг Ленинградский рок-клуб развернулся И стал бы такой промоутерской компанией Или такой продюсерским центром И стал бы, возможно, давать музыкантам возможность выступления Организовывать концерты Это бы получилось, как ты думаешь? Я думаю, что это еще хуже Почему? Мы же живем в своей стране Мы же знаем Как только Какая-то группа дилетантов Получает в свои руки возможности Они эти возможности Начинают использовать в своих интересах Корыстных Да, далеко ходить не надо Все это продолжается И до сих пор Разве вот те, которые наверху Разве они не используют это в своих корыстных интересах И все потихонечку И кончая Начальником жил конторы Которые используют дворников в своих интересах Сантехников И вот так вот по ступенькам Рок-клуб то же самое бы делал Не сомневаюсь Ни секунды Вот просто ни секунды Да, время бы заставило бы делать его то, о чем ты говоришь Все правильно Все, наверное, верно Уйдя на профессиональные хлеба На профессиональные просторы Группа дирижансов В общем, мы действительно много-много ездили Но потом Стал меняться состав Стали меняться музыканты А ты в Астраханской работал? Конечно Естественно В Астраханской областной Да ты вообще полжизни Да естественно Я с группой дирижанс С тобой просто Это моя молодость Я сейчас говорю У меня слезы на глазах Просто наворачиваются Конечно Астраханская областная филармония Святое дело После Магадана Астрахань Холод и жара Это необычно Да, это бы и светлые-светлые Добрые времена Но вернемся к рок-клубам Если бы все-таки Рок-клуб Стал бы такой профессиональной организацией То, наверное, действительно прав Наверное, ничего бы, к сожалению, не получилось И мы бы все равно Все музыканты разбежались бы И каждый бы стал работать на свое имя Для того, чтобы эта организация существовала плодотворно Ей нужен бюджет Был бы Да Потому что нужны помещения Нужны какие-то специалисты Предподаватели Приходит рок-клуб Да Приходишь туда И у тебя волосы в трубочку сворачиваются И вместе с ними уши Потому что это же невероятно Лажа была в основном со сцены И рок-клуб, его задача была поднимать На самом деле Либо поднимать уровень творческий Либо материальный Если материальный То это сидит там Бюджет Михаил Михайлович Да И пишет А если это творческий Сидит Михаил Михайлович И рассказывает как надо Да, но только с одной стороны Этим занимаются музыкальные школы И дальше Дальше высшие учебные заведения А с другой стороны Этим занимается государство То есть бюджет Ну, да И все это на самом деле было Музыкальных школ было более чем достаточно Да Если ты хочешь У нас было два Два хороших училища Да Там Мусоргского, Римского, Корсак И Римкор, и Мусор, конечно Да Все в этом смысле было нормально Просто В рок-клуб пошли люди Которые У которых другие задачи Я же говорю В первую очередь Социальные Тусовки Там Вот Я услышал то Что еще не слышал Ни разу В этой студии Федор, что еще Мы Ты предложишь Нашим радиостушителям Какую песню? Ты знаешь, у меня такое Сложное отношение С религией Поэтому я бы хотел Эту программу Начать С одной характеристики Моего отношения И потом Закончим Резко противоположным Давайте сейчас Послушаем Песню Бог Есть он или нет Мои Разопрошения На этот счет Слушаем Бог Есть он или нет Впрочем, все равно До Бога далеко Ему не до меня Жить сложная игра И нет Нет Никогда не стану Ни о чем не стану Я его просить Грех Быть когда-то грех Кто же без греха Жизнь свою прожил Бог тому просил Мне же не судьба И нет Нет Никогда не стану Ни о чем не стану Я его просить Нет Тысячу раз нет Тысячу раз нет Я один И что ж Руки опустить Нет Нет Буду я Гордым До конца И нет Нет Никогда не стану Ни о чем не стану Я его просить Ни о чем не стану Я его просить Я его просить В студии Радио Комсомольская правда В Санкт-Петербурге В программе Легенды и мифы Ленинградского руклуба У нас в гостях Руководители группы Дилижанс Соло-гитарист Автор музыки Многих текстов Федор Столяров Федор продолжим Нашу вот эту Мысль О становлении Музыканта Вообще О его так сказать Природе О его Существовании В окружении В нашем Что называется Мире Сегодня Невозможным было бы Создание подобного Рок-клуба Вот сегодня Да Сейчас полно Всяких Социальных сетей То есть И в каждой из них Есть клуб По интересу Все это происходит Сейчас Вопрос в том Что Вообще Нет никакой Необходимости Нужно ли это Ну вот просто Нет Всякие Продюсерские Компании Конторы Они вполне Заменили Сам по себе Первый клуб Поэтому Ну что говорить Про Структуру В которой Нет вообще Необходимости Ее жизнеспособность Равна нулю И снова Ты прав Но здесь Я начинаю Услышать В твоих Высказываниях В твоем Разговоре Не музыканта Федора Столярова А Крупного Руководителя Генерального Директора Если я даже Не ошибаюсь Чуть ли не Собственника 36 Музыкального Канала Санкт-Петербурга Это было Очень необычное Время Когда От музыки Ты Развернулся Совершенно Ну в другую Сторону Хотя я знаю Что на 36 Канале Была и музыкальная Студия На последнем Этаже Где ты записывал Эти песни Которые Сейчас звучат У нас В эфире И Вот Твои Рассуждения Они Действительно Выходят За рамки Просто Музыканта Это Я уже Чувствую Что здесь Есть Какая-то Подоплека Совершенно Другого Это От того Что тебе Пришлось Руководить Вот Этим Телевизионным Каналом И ты Увидел Многие вещи Совершенно В другом Ракурсе Дело В том Что Там В начале 90-х Я работал С Сашей Розенбамом В его Театре Мы С Сашей Алексеевым Это Единственный Кто Остался Дилижанс Со Мной Ну Потом Я Оттуда Ушел И И Занялся Телевидением Потому что В тот момент Мы все хорошо Помним Начались Политические Преобразования Серьезные В стране И Свобода Достигла Такого Уровня Свобода Самовыражения Что Песня Которая Которая Мы пытались Выразить Себя Она Перестала Удовлетворять В чистом Виде И Для меня Лично Мне Потребовалось Более Доходчивые Формы Для того Чтобы Влиться В этот Политический Процесс А самое Главное Не просто Политический Процесс А Мои Попытки Повлиять На изменения Ситуации В стране По мере Своих Скромных Возможностей Так Случилось Что Удалось Сделать Вот Телевидение 36 канал Который Просуществовал Ну До совсем Недавнего Времени Когда он Был Окончательно Выкуплен У меня И Там Теперь Домашний Канал Называется А Домашний На Вот На этой Волне Да Он Потихонечку Выкупил Все Мои акции Да Которые были Сначала 100% Потом 91% А как Понижались Потому что Я же музыкант Я же не бизнесмен Поэтому я умудрился Создать канал И благополучно Его прокакать То есть Я Продавал акции И От продажи Этих акций Покупал аппаратуру Полосил Людям Зарплаты Крайсер А потом Акции Кончились Их акции Всего 100% Наступает Быстро Когда остается Ноль Ну вот Собственно говоря У тебя была Политическая Программа На 36 канале Которую ты вел Причем Не просто вел А ты вел Ее В У меня было Две Программа В содружестве С очень известным Питерским музыкантом Колей Гусевым Коля был у нас Здесь В эфире Он кстати В органавтах Играл тоже И в органавтах Он тоже Играл Поэтому Все Многие люди Хотя Коля до сих пор Играет Да Он был у нас Он великолепный Музыкант И мы можем Его видеть До сих пор На сцене Во многих группах Да Тебя не тянет Взять инструмент В руки Выйти на сцену И сыграть Ты знаешь Я вообще Во первых Я держу инструмент В руках И регулярно Дома Поигрываю С сыном Который А сын Занимается музыкой Он Закончил С отличием Музыкальную школу По классу Он Хорового Дирижирования Но Отлично То что надо Но Он Лучший И в потоке По фортепьяно То есть Там специализация Это хоровое Дирижирование А фортепьяно Это обязательно Предмет Не Ну хоровик Это уже Пол дела Пол группы Да И вот Там у него В школе Группа И То есть С ним Ты музыцируешь Дома Да Я ему Стараюсь Передать Своё Ощущение Ведь музыка Если она Не виртуозная Классическая А если она Вот такая Музыка То она Должна Обязательно Передавать Мироощущения Эмоциональный Заряд Весь твой Вот этот Потенциал Скрытых Твоих Возможностей Я бы даже Не сказал Возможностей Я бы сказал Скрытый потенциал Твоей духовности Вот этой Какой-то Понимаешь Потому что Возможности Это немножко Другое Согласен Да Вот Поэтому я Гитару Придержу В руках Поигрываю А на сцену Вопрос Зачем За удовлетворение Собственной Амбицины Я сам себе должен Задать этот вопрос А зачем я выйду На сцену Да Я считаю Что Люди должны Выходить на сцену В двух случаях В одном случае Они должны Честно сказать Что они пошли За бабками Зарабатывать Да А в втором случае Обогатить Народ Мир Да Мир Обогатить Своим Искусством Своим волшебством Ну Здорово Если Эти две вещи Сомещаются Когда ты можешь Отдать мир Себя И при этом Саша Это все время Баланс То есть Если это взять Да За сто процентов Да 30 процентов Заработать денег 70 отдать себя Или 70 процентов Заработать денег 30 отдать себя Или 5 отдать себя 25 потерять Вообще где-то После бутылки Или рюмки Ну да Согласен Что еще будем Слушать сейчас Какая песня Прозвучит Что услышат Наши радиослушатели Перепадов Очень много Было в жизни Очень много Перепадов Было Поэтому Черный цвет Слушаем Музыка 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 Не спеши Мир не так уж и плох Не спеши Черной краской его Врагов обвинять Врагов обвинять Даже если Покажется Что выхода нет Не спеши Красить Собственный мир В черный цвет Не спеши Врагов обвинять Постарайся Их просто Не замечать Даже если Надежд Уже кажется Нет Не спеши Красить Собственный мир В черный цвет Черный цвет Черный цвет Черный цвет Черный цвет Угодится Для траура Ну а нам еще жить И любить Столько лет Черный цвет Черный цвет Черный цвет Черный цвет Пусть он в прошлом Останется За это Ладий Свет Субтитры подогнал «Симон» 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 Как бы из рок-клуба, хотя на самом деле сначала они вошли в рок-клуб, а потом вышли, да. То есть это как, знаешь, гравитационный маневр сейчас у космических кораблей. То есть пролетая мимо рок-клуба, да, там Цуэрас и стал вдруг там, да, звездой балабановских фильмов и так далее. Слушай, сам по себе рок-клуб, он же ничего не формировал и не создавал. Это люди, которые вот стали знаменитыми, они просто этого заслуживали в любом случае. Был бы рок-клуб, не был бы рок-клуб. Просто им было что сказать. Вот те, которым было что сказать, я очень хорошо знаю, не в обиду сказать, пикник, да, и очень всегда тепло относился к Жаку. Но вопрос в том, что разве можно их поставить там, не хочу опять называть группы, которым было что сказать. И которые просто набор слов, под набор музыки, под набор звуков, для собственного удовлетворения, утешения, все это осуществляли. Нет, только те, которым было что сказать. Можно Цоя назвать, потому что ему было что сказать, и он сказал, я даже не про фильмы говорю, а про несколько песен, которые стали буквально гимнами своего времени. Да, они действительно стали гимнами. Вот они и стали. Они же не благодаря рок-клубу стали, а они стали благодаря Цою, его голове. Но скажу еще и про Гребенчакова пару хороших слов. В том же ключе. То есть есть что сказать человеку. Я очень хорошо помню первое выступление аквариума. Это же были в основном непригодные люди. В начале пути. Ну, они потом стали немножко меняться. Понимаешь? То есть одного поменяли друг. Стали появляться профессиональные музыканты. И стало формироваться звучание и так далее. Сейчас же трудно представить, что выходит, например, какая-то группа условная, звезды. А у нее сзади в бэке стоят бас-гитарист, который плохо играет или вообще не умеет. Или плохо, бэк-вокал, который лажает. Или там выйдет вилончелистка, понимаешь, которая просто все мимо пилит там. Это же невозможно представить. Потому что сейчас-то профессиональные люди, которые играют хорошо. Тогда же этого не было. Да, тогда, конечно, с этим было сложно. И нужды в этом не было. Вообще никакой нужды в этом. Потому что другие были потребности. Потребность устроить сейшн там. Ну, смысл говорить, Саш, о рок-клубе как о организации, которая работала на повышении музыкального уровня. Всего этого слоя музыкального. Культурного слоя, да, музыкального. Не приходится. Да. Да. И не могу с тобой поспорить. Не могу. Потому что действительно согласен. Да, в этом есть сыромятная правда. Действительно. И были люди, есть люди, которым есть что сказать. И они доносят все равно свои слова до зрителя, до слушателя. Есть, к сожалению, люди, которые, музыканты, которым кажется, что им есть что сказать. На самом деле это совсем не так. Народ-то не обманет. Да. Ты же понимаешь, что даже анафаль везде, со всех сторон видно, понимаешь? Ну, да. А Высовского слушаешь сейчас. Сколько время прошло с того, как человек умер? Сорок с лишним лет. А ставишь песни, они актуальны. До сегодняшнего дня. Конечно, вообще, это, знаешь, к сожалению, хотел бы я, чтобы и мои песни как можно дольше прожили. Потому что есть неплохие песни. Скромные. Ну, что значит скромные? Это твои дети. Как ты можешь относиться к своим детям только положительно, только с любовью и с уважением? Ведь каждая песня, она выстрадана, каждая песня написана, записана. Каждая песня – это эпизод. Она не просто выстрадана и записана. Каждая песня – это эпизод из жизни. В моих песнях. Я ни разу не придумал ни одной песни. Вот так, чтобы сидеть, знаешь, взять авторучку, лист бумаги и рожать. Белый снег. Что дальше? Нет. Вот, знаешь, тукнуло. Вот что-то тукнуло. Как правило, все это, без бумаги, без всего это, все это рождается. Ну, я же тебе говорю, что... Ладно. Хорошо. Что будем слушать сейчас? Ну, вот мы... Да, это будет третий трек. Мы подошли к тому, что вот разговор, да, наш о вечном, о чем-то и так далее. Когда проходит время, ты начинаешь понимать, что все, что... Ну, не все, что ты делал, а многое из того, что ты делал, оно просто наносное лишнее. Что есть вещи главные в жизни. И частенько они не связаны там с профессиональными, с какими-то достижениями. Хотя, конечно, есть люди, профессиональные достижения которых, они осчастливили всю планету. Но я не отношусь к их счастлу. Поэтому я в какой-то момент, а именно после рождения своих детей, я понял, что главное это все-таки это дети. Дети, семья, вот этот вот конгломерат душ, который складывается. Кому повезло, складывается на всю жизнь. Кому не повезло, на какое-то время, которое потом останется у него в памяти. И будет его лечить, его душу, какое-то долгое время. Поэтому, и это второе мое отношение к религии. Давай послушаем песню «Господь храни». Она про детей, про отношение к религии. Слушаем. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господь, храни меня от всякой грязи Господь, храни моих друзей. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вообще о жизни Не просто о музыке Вообще о жизни Не очень получается У меня есть внук Они ровесники Им по 18 лет обоим Сильно Внук поступил В университет Сам Сам сдавал ЕГЭ Сам поступал Молодец Я конечно Подсуетился Но Не Он все сделал сам И я Не нужно Оказался Да мне конечно приятно И мы сейчас уже Разговариваем О том с ним О роли Личности Сталина Там в истории О современных Политиках Знаешь как это приятно Да А потом иду Включаю На всю катушку У меня все стоит Громко Все И включаю И фигурю Музыку Ну я как правило Один играю Вообще Мне хватает Ну это Ну с сыном С сыном Иногда Он сейчас готовится К экзаменам Конечно Он меня Во многом Игнорирует Сейчас ЕГЭ У него Светит Ты знаешь Они несчастные люди Почему Все они Несчастные люди Потому что Их приучили Не к высоко Духовному В основном Конечно Есть И счастливые Я не в том смысле Что счастливые Или несчастные Я в том смысле Что Вся Вот эта Вот политическая Мишура Которая выстроена Вокруг нас Она же Заточена На то Чтобы воровать Бобосы У нас И все Нам рассказывают Какие мы Лохматые Хорошие Или лысые Хорошие Толстые Хорошие Худые Это не важно Нам говорят А потом Залезают Двумя руками В наши карманы И вынимают Все что там есть Потом начинают Рассказывать Байки Я сюда ехал Сейчас И подумал Ядрена Вот Дизельное топливо Стоит 62 рубля А когда я начинал Когда я взял Гитару В руки Дизельное топливо Стоило 6 копеек То есть Оно подорожало В тысячу раз В тысячу Водка подорожала В сто раз Да А топливо В тысячу раз И куда смотрит Эта шайка Которая сидит Мало того Что она на этих трубах Сидит Когда баба яга На метле И летят на газопроводах И там Нефтепроводах Туда В запад Понимаешь Что можем мы сделать Как музыканты К сожалению Ничего Потому что Достаточно средств Которые Все Над всем этим Работают Ну вот Недавно Ленинград Выпустил По поводу Да Совсем чуть-чуть Два года По поводу мусора Ну и что Я про это читал Уже два миллиона раз Это что Это вообще Ненужный Жанр Позиция шнура Позиция шнура Возьми ты Напиши Создай Какую-нибудь Организацию По борьбе с бегловым Или по борьбе с мусором Или Найди Вот Девчонок Насть Много И каждый По ведру Чтобы она И какашки Собрала Чьи-то Да И мусор Чтобы А то что ты Лишний раз Спел про то что Мусор у нас И что Нет И что Ну как-то Все Послушали Да Теперь беглов Обратит внимание Не обратит Так я знаю Что Ты же помнишь Что сказал Владимир Владимирович Сказал Шевчуку Помнишь Не сходите А вы кто Вы кто Я Юра Музыкант Да Понимаешь Помнишь Старый анекдот Кто такой Брежнев Нет Не помню Да Мелкий политический Деятель времен Владимира Семеновича Высоцкого Вспомнил Да Я думаю Этот анекдот Вспомнили Не только мы Сейчас с тобой А наверное Еще огромное Количество Радиослушателей Которые Сейчас Нас слушают Нас Я думаю С интересом Поскольку В основном В этой студии С музыкантами Мы в основном Касались Так музыкальных тем Но я знал Что когда придет Федор Борисович Стареров Мы обязательно Что-нибудь Что-нибудь такое Но коснемся Потому что Его политические Обозрения Или передачи На 36 канале Я очень хорошо помню И даже знаю Что в них Принимал участие Коля Гусев Он там писал По-моему Там какие-то Наброски Для тебя Да Ну мы Вместе Делали сценарий Передач То есть мы вдвоем Работали Над Две передачи У нас было А вторая какая? Первая передача Это зона VIP Да Да Помню А вторая передача Это дела делишки Где на кухне А с собакой С Брюсом Ну это музыкальная Музыкальная Да Я к этому Не отношусь Хотя вот Я пришел сюда У меня На канале Было Пик Это около 100 сотрудников Да И у меня В основном Были Юные Красивые Девушки Это Прихожу сюда А здесь Вот такая история Красивые Юные Девушки Да Да Это так Все это происходит Федор Я хочу поблагодарить Тебя Спасибо большое За то что Нашел время Пришел Приехал Безумно Интересно С тобой общаться Ты очень Глубокий человек И в общем Тонко понимаешь О чем ты говоришь Ну а в третьих Самое-самое Главное Мои благодарности И моя память Она будет Всегда С группой Дирижант С Федором Столяровым С Олегом Киселевым С Васей Гориным С Сашей Алексеевым С Игорем Кониссаровым С Костей Ивановым Ну Андрей Михайлов Андрей Михайлов Вадим Серебрянский И Саша Семенов Вот так мы и гастролировали Так мы и выступали Как группа Дирижанц На этом мы прощаемся С нашими радиослушателями Всего самого доброго До свидания Пока До свидания